Весна – время, когда просыпается не только природа, но и сезонная аллергия. Едва на ветках появляется зелень, как обостряется поленос или сенная лихорадка. Пациентам с этим диагнозом выход из дома заказан. Чем может обернуться для человека сезонная аллергия и как минимизировать риски, выяснил наш корреспондент. Аллергия повышена реакцией иммунитета на обычные раздражители, а поленос – аллергическая реакция на пыльцу растений. Такой сезонный поленос, который обостряется у пациентов весной, отправил на больничный 17-летнего тверичанина Максима. Аллергия у молодого человека с детства каждый год протекает по одному сценарию. Но в этом году ситуация обострилась приступами удушья. Каждый год, 6 мая, у меня начинают краснеть глаза, мне начинает трудно дышать, нос закладывает очень сильно, чешутся глаза, слезятся. Это все из-за того, что начинает свисти береза, ольха, у меня вот аллергия, сделали пробу. В этом году госпитализировался экстренно, дышать тяжело. Все перечисленные – типичные симптомы поленоза или сенной лихорадки. Однако это отнюдь не полный список сюрпризов. При некоторых проявлениях аллергию можно и вовсе спутать с инфекционными заболеваниями. Может быть боли в животе, рвота, отеки суставов, крапивница. Иногда ошибочно выставляется диагноз гастроэнтерит, кишечная инфекция. И обострение аллергического заболевания тоже может провоцировать субфибрильную даже иногда до 38 температуру. Первые проявления поленоза могут быть в любом возрасте, даже после 50 лет. Его возникновению способствуют особенности организма и наследственный фактор. Если один из родителей аллергик, то 50 на 50 вероятность, что все эти проблемы ждут и ребенка. Вылечить аллергию полностью не получится, но в некоторых случаях при долгой и правильной терапии можно добиться стойкой многолетней ремиссии. А так чаще всего до окончания цветений симптомы купируются каплями и таблетками. Чтобы как-то сгладить симптомы аллергии всем тем, кто страдает от поленоза, медики рекомендуют поменьше выходить на улицу, бывать в места, где много деревьев и, конечно же, закрывать окна дома. Но если все же придется выходить на улицу, то только соблюдая меры предосторожности. Можно надеть маску, предварительно ее немножко можно спрыснуть водой, чтобы пыльца на ней больше оседала. Темные очки или просто очки, если человек ходит в очках. Линзы не носить в этот период, если кто-то с нехорошим зрением наносит линзы, потому что точно будет под линзы попадать пыльца. Еще диета. Ведь при наличии аллергии к пыльце растений часто отмечаются перекрестные реакции на пищевые продукты. Схема питания назначит врач после обследования и взятия проб на аллергены. Но надо отметить, что обычно этот поленос одолевает пациентов с апреля, мая и до июня. Но в некоторых случаях и до сентября-октября. У кого есть реакция на цветение некоторых видов трав, например, полыни. Проявления могут быть непредсказуемыми, а потому аллергики должны находиться под контролем врачей. И, конечно, использовать те рекомендации, которые дали специалисты в нашем сюжете.